Добрый день! В эфире Рявунг Ти Ви. У нас в гостях военный эксперт Давид Джамалян. Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. — Сегодня, конечно, речь пойдет о ситуации на границе Армении с Азербайджаном, о том, что Азербайджан нарушил суверенную территорию, вторгся в Армению. Почему, на ваш взгляд, эта провокация произошла именно на этом этапе? Это как-то связано с предвыборными процессами в Армении? — Ну, с первого на первое давайте четко установим причинно-следственную связь между Николаем Пашиняном, как премьер-министром, и тем кризисом, в котором мы сейчас находимся. — Страна не просто находится в кризисе. Катастрофа, которая постигла страну, имеет четкую причинно-следственную связь. — Это логический, предсказуемый итог того, что вот эта отуреченная сфора во главе с этим капитулянтом находится во власти. За три года этот человек уничтожил всю систему безопасности страны, которая выстраивалась долгие-долгие годы. Еще три года тому назад Армения была защищенной, и даже в самых смелых прогнозах ничего подобного ни у кого и в мыслях быть не могло. Но мы сейчас имеем то, что имеем. Относительно того, что они вторглись в нашу территорию, ну, во-первых, с их точки зрения это не наша территория. Апетиты у них зверские. Они обнаглели, я имею в виду подразумеваю азербайджанскую сторону, но обнаглели они только лишь по той простой причине, чтобы понимать, что с армянской стороны просто не будет никакого сопротивления. Так оно и было. И, конечно же, отнюсь не случайно, что именно сейчас, в предвыборный период, азербайджанская сторона пошла на это. Ну, во-первых, по-моему, есть у них программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» подразумевает оторвать от Армении возможное, добиться максимально возможных уступок, пока их марионетка находится здесь, у власти. И программа «Максимум» не только добиться каких-то уступок дополнительных территориальных, в первую очередь, но и дать шанс капитулянту отменить выборы и на неопределенное время остаться у власти. Последующие развития покажут, какую из этих программ азербайджанская сторона сможет решить. Но, скорее всего, все-таки, даже если выборы нашей горе власти отменят, то это, конечно же, их не спасет от ответственности. Рано или поздно они уйдут. Но за это время мы многое потеряем. Ну, вот вы сказали про систему безопасности, которая три года назад была в совсем другом состоянии. Ну, вот сегодня Армения обратилась уже в ОДКБ, на сегодняшний день, и мы получили уже от них реакцию, ответ. Как вы оцениваете их ответ? Он прозвучал, что они с тревогой следят за ситуацией. То есть этого ли ожидали армянские власти, обращаясь в ОДКБ? Армянские власти, обращаясь в ОДКБ, на самом деле намеревались дескредитировать эту организацию, нежели реально получить от нее существенную помощь. Известна точка зрения, если я не ошибаюсь, первым об этом сказала Квармилуя. Вопрос о том, ссылаясь на какую статью обращаются в ОДКБ, обращаются за консультациями или все-таки надеются на реальную военную помощь при агрессии. Ну, во-первых, четко надо вот тоже это зафиксировать. Российская сторона сделала и делает на данный момент максимум возможного для того, чтобы большей эскалации на границе не было. ОДКБ, как существенная мощная организация, она все-таки российско-центричная организация. И в каком виде российская сторона, стратегический союзник, окажет помощь Армении по линии ОДКБ или отдельно, это не столь важно. Важно то, что российская сторона оперативно среагировала. И то, что азербайджанские войска не стоят на дороге Ереван-Горис, это во многом, если не единственная гарантия этого, является то, что российская сторона четко и очень оперативно среагировала. Генерал Муратов фактически ведет переговоры за нас с азербайджанской стороной. Так что я полагаю, что реакция наших союзников по всему адекватно и большего ожидать. При наличии того, что эта власть и не хочет получить реальную помощь, есть некое скрытое противодействие российскому вмешательству в этот процесс. Все-таки это антироссийски настроенные элементы сейчас у нас во власти. Но все-таки Россия среагировала оперативно. Большего ожидать, наверное, в данной ситуации не надо было. Вот при смене власти, после того, как установится в Армении нормальная власть, государство-центричная власть, уже можно и будет ожидать большего с российской стороны. И вот что еще хочу особо отметить. Во-первых, сама власть в Армении должна делать максимум возможного все возможное и невозможное для защиты собственных рубежей, собственной страны. А уж после этого рассчитывать на максимально возможную помощь со стороны союзников и обратиться к союзникам адекватным образом. То есть намерение должно быть, во-первых, собственными силами защитить свою страну, плюс должно быть искреннее желание получить максимальную помощь, а не имитировать желание получить эту помощь. И тогда союзники, конечно, будут в большей степени готовы нам помогать. А сейчас мы видим имитацию желания получить помощь от ОДКП. В противном случае, если бы это было не так, они обратились бы именно, ссылаясь на четвертую статью договора, известную они на вторую, которая подразумевает всего лишь консультации. Ну, проконсультировались, раз уж вы это хотите, ну и вот вам консультации получите. Хотя российская сторона, повторяю, оперативно и четко вмешалась, и то, что азербайджанские силы сейчас не стоят на дороге Еревангольца, это заслуга именно того, что российская сторона оперативно среагировала. Стало известно, что сейчас обсуждается договор между Арменией, Россией и Азербайджаном о создании общей комиссии, которая будет обсуждать вопросы делимитации границы. Насколько необходимо на этом этапе обсуждать этот договор, и является ли он выходом из создавшейся ситуации? Ничего подобного, это не выход. Из создавшейся ситуации это создание дополнительных проблем в сфере безопасности. Ну, во-первых, это означает, что республика Армения, если ставит свою подпись под нечто подобное, легитимизирует агрессию Азербайджана и результаты этой агрессии в виде оккупации территорий Арцаха. Потому что если уже вы устанавливаете границы, а на тех участках, за пределами которого на самом деле не Азербайджан, а оккупированные территории республики Арцах, ну, вы фактически признаете Арцах оккупированную часть, как минимум, частью Азербайджана. Что неприемлемо, неприемлемо. Т-оккупация территории Арцаха должна быть на повестке дня не этих отуреченных властей, а тех, кто возьмет правды правления в свои руки в результате этих выборов. А этот договор – это просто дополнительный, ну, скажем так, это результат того, что в Армении во власти находятся люди, в представлениях которых развитие страны невозможно без интеграции в Азербайджано-Турецкий проект. Они искренне полагают, что открытие границ – это такая перспектива, это такая высшая цель, ради которого можно, значит, отказаться от многого. Но в данной ситуации они отказываются, если это будет подписано, это отказываются от права армянского народа на деоккупацию части своей родины. Понимаете, плюс тут почему-то на первый план выдвигается легитимизация границ советского периода. А там были анклавы, там было вообще, ну, уму непостижимо, что, скажем, дорога, которую из Еревана ведет в Куриц, должна пройти через бывший селок Аркида, ныне Тигранашей. И когда власть готова на такие уступки, а мы вот вчера в речи премьера намеки на это уже увидели, он же сказал, что в советский период были села, территории, которые принадлежали Азербайджану, сейчас находятся под контролем армянской армии. Вроде он говорит, что никакого секретного протокола нету, но, по сути, подтверждает его наличие, потому что говорит, собственно говоря, о том, что предстоит после подписания этого заявления, договора, я не знаю. То есть мы теряем территории, мы становимся уязвимыми после подобной демаркации, а сам факт делимитации, демаркации границ, сейчас это не что иное, как признать итоги агрессии Азербайджана и фактически отказаться от идей деоккупации территории Арцаха. От этой отуреченной власти это надо было ожидать. Ну вот вы говорите об отуреченной власти и, в принципе, уже страна сколько времени находится в глубоком политическом кризисе. И все же, насколько было своевременно сейчас назначать выборы парламентские? Является ли это выходом из политического кризиса или есть какой-то другой путь? Вы знаете, я придерживаюсь известной точки зрения, что надо было мобилизовать все и вся, сместить эту власть после подписания позорного соглашения, после капитуляции, сформировать временное правительство, более-менее нормализовать ситуацию в стране, только после назначить выборы в более здоровом, в морально-психологическом плане ситуации. Но развития пошли по другому пути. И уж если уж это неминуемо, выборы, то опять-таки надо мобилизовать все и вся и добиться такой решительной, убедительной победы в выборах. Потому что мы должны учесть, что нахождение... Вообще, то, что такая личность, как Николай Пашинян, сумел добиться власти в Армении, более того, удержаться в власти уже. После позорной капитуляции это говорит только об одном. Это говорит о том, что в Армении нездоровая морально-психологическая атмосфера. То, что он у власти, это прямое следствие того, что общество нездорово. Конечно, есть большой риск проводить выборы в подобной атмосфере. Тем более, всем понятно, что человек этот пойдет буквально на все, дабы быть переизбранным. И не только Николю, но и все его окружение. Это люди, которые не обременены моральными табу и просто готовы на все. И, конечно, есть риск того, что все-таки им попытки сделать максимум возможное, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте. Но и наша сторона, скажем так, государствоцентричные силы, патриотические силы тоже набирают силу. И это обнадеживает. Осталось месяц, посмотрим. Ну, желательно, конечно, было бы идти по сценарию, которое было сказано в Азербайдане Монакеану. Ильхам Алиев периодически выступает с агрессивными заявлениями в сторону Армении. Он заявлял, что силой возьмет коридор, откроет коридор Зангезури. Сегодня он заявил, что готов признать территории Армении, если Армения признает границы Азербайджана, и в том числе Арцах в составе Азербайджана. То есть ожидать с их стороны, что таких провокаций не будет, видимо, они будут продолжать идти по этому пути провокационному. Ну, чтобы понять эйфорию, в которой находится Алиев, надо осознать то, что еще три года тому назад то, что имеется сейчас, ну, не снилось та же иму. Вы понимаете, после неудачных боев апреля 2016 года фактически, можно об этом сказать напрямую, фактически военный путь разрешения конфликта, ну, если сказать прямо перспектива оккупации Арцаха, для азербайджанской стороны фактически была закрытой. Они поняли, что прямым военным путем решить в угоду себе эту проблему невозможно. Они решили эту проблему асимметричным путем. Они привели к власти безродных краснополитов. Это мягко говоря. Ну, а скрытой связи Алиева с Пашиняном, ну, только ленивым не говорит. Только если поставить в один логический ряд информации, данные, которые в открытой прессе имеются, то становится все ясно, да, только откровений Лукашенко чего стоит. Тважный человек об этом прямо сказал. И уж известная запись тоже подтверждает, что есть конкретная связь между нашим этим горе-примером и Алиевым. И вот они сейчас в эйфории находятся, потому что на блюдечке получили то, что им и не снилось еще три года тому назад. Ведь мы же знаем, что еще в октябре 16-го года Алиев признался, что за закрытыми дверями заставляют нас признать независимость Арцаха. Более того, Сержу Сарксианову тогда удалось добиться подписания Венских и Санкт-Петербургских соглашений. А там, фактически, по этим соглашениям государственная граница республики Арцах делалась легитимной. То есть первый шаг на пути легитимизации границы республики Арцах было сделано, если внедрялись международные механизмы мониторинга, то это означало, что линия соприкосновения делается нечто большим, чем просто разграничительная линия. И Алиев это прекрасно понимал, что, собственно говоря, это первый шаг на пути легитимизации фактических границ республики Арцах. И вот с этих позиций, когда вроде бы он терял все, вдруг очень креативным путем они решают вопрос, приводят к власти людей, которые за деньги или просто им так казалось, что уступив все и вся ради открытия границ Турции, это единственная перспектива развития Армении, и ради этой идеи можно отказаться от всего. Вот эти люди пришли к власти, их привели, и вот, пожалуйста, через три года они имеют все. А, кстати, все, что желали, единственное, что им сейчас еще пока не достает, это «Зангизорский коридор», в кавычках. И вот Алиев сейчас спешит неимоверно, потому что он понимает, что если он чего-то может добиться, то только при вашем имени. Вот вы представили себе состояние этого человека, имею в виду Алиева, да? Вот когда рыбак ощущает тяжесть рыбы на удочке, вот сейчас у него такое состояние. Он очень близок к тому, чтобы эта мечта, турецкая мечта, через «Зангизор» связаться с Азербайджаном, она сейчас очень реальна. Единственный путь, единственная возможность противодействовать этому катастрофическому сценарию – это смена власти. А к чему пойдет эта власть до выборов за эти 30 дней, никто сказать не может. Они оба спешат, и Алиев и этот наш, а на самом деле не наш. Они оба очень спешат, и государству центричным силам надо отмобилизовать все и все, по крайней мере, дабы противодействовать и не дать свершиться самому ужасному. Господин Джамалян, большое спасибо за интересный интервью. Я тоже благодарен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова